Небольшое поучение из беседы святителя Иоанна Златоустова на Евангелие от Иоанна. Опять сказал им Иисус, я отхожу и будете искать меня. 8 глава. Для чего он часто говорит об этом? Для того, чтобы потрясти и устрашить их души. В самом деле, смотри, какой страх это наводило на них. Невзирая на то, что хотели умертвить его, чтобы избавиться от него, они стараются узнать, куда он отходит. Таким важным они представляли себе это. А с другой стороны, он хотел научить их, что это дело не зависит от их насилия, Но что еще издревле он предизобразил его, вместе с тем он предуказал уже этими словами и воскресенье. Тут говорили, неужели он убьет сам себя? 22 стих. Что же Христос, оповергая предположения их и показывая, что такое дело есть? Грех говорит, вы от нижних, а это значит, нет ничего удивительного, что так думаете вы, люди плотские и не помышляющие ни о чем духовном. Но я ничего такого не сделаю. Я от вышних, а вы от мира сего. 23 стих. Здесь опять говорит о мирских и плотских помыслов. Отсюда видно, что и слова «я не от всего мира» означают не то, будто бы он не принял плоти, но что он далек от их лукавства. В самом деле, он и об учениках говорит, что они не от мира. 17 глава Иоанна. И однако же они имели плоть. Таким образом, как Павел, говоря, вы не по плоти живете, послание к римлянам, 8 глава. Небестелесными называет их римлян. Так и он, когда говорит об учениках, что они не от мира свидетельствуют этим, не о другом чем, как только об их любомудрии. «Потому я и сказал вам, если не уверываете, что это я, то умрете во грехах ваших». 24 стих. Действительно, если он для того пришел, чтобы взять грех мира, и если можно совлечься греха не иначе, как через крещение, то в неверующем по необходимости остается ветхий человек, кто не хочет умертвить его, ветхого человека, и погрести через веру, тот умрет с ним и отойдет туда, чтобы понести наказание за прежние грехи. «Поэтому говорил, а неверующий уже осужден», 3 глава Иоанна, не потому только, что он не верит, но и потому, что отходит отсюда с прежними грехами. «Тогда сказал Иисус к уверовшим Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными», 8 глава Иоанна. Великое нам нужно терпение возлюбленное, а терпение бывает тогда, когда в нас глубоко укоренены догматы, подлинно, как дуб, глубоко пустивший свои корни в недра земли и тщательно обвязанный, не может быть исторгнут никакими порывами ветра, так точно и душу, пригвожденную страхом Божиим. Никто не в состоянии будет не спровергнуть, потому что пригвождение еще сильнее укоренение. Так с трудом можно овладеть человеком пригвожденным, так напротив леков взять, и не трудно не спровергнуть непригвожденного. Вот это и случилось в то время с иудеями. Они и слушали, и уверовали, и опять собратились. Поэтому-то Христос, желая углубить в них веру, так, чтобы она не была поверхностной, пронзает душу их словами самыми разительными. Конечно, им, как верующим, естественно, было бы и обличение перенести, но они тотчас вознегодовали. Как же Христос в этом случае поступает? Сначала увещевает, если пребудете в слое моем, то вы истинно мои ученики, и истина сделает вас свободными. 31 стих. Как бы так говорит? Я намерен нанести вам глубокую рану, но вы не бойтесь. Впрочем, этим же самым он уже смирил и в гордости их души. Отчего, скажи мне, освободить? От грехов? От грехов. Что же они, что же эти гордецы? Мы семя Авраамова и не были рыбами никому никогда. Да, тотчас не спала мысль их, а это произошло от того, что они были крайне пристрастны к предметам мирским. Если пребудете в слое моем, этим он показал, что он знает тайны их сердца, знает, что они, хотя и уверовали, но не были твердыми в вере. При этом он обещает им нечто великое, именно, что они будут его учениками, так как некоторые прежде отпали от него. То, намекая на них, он говорит, если пребудете, ведь и те слушали и уверовали, но отпали, потому что не были твердыми в вере. Аминь. Вот о чем говорит святитель Иоанн Златоусты, что если и уверовали, и в крещение принимает таинство, но если не твердой в вере, то ничего не наследуем. А наоборот, будем более осуждены за то, что не имели твердой веры и страха Божия. Причастники, поблагодарим.